Рубашку из золотой термоизоляции шьют так трепетно, будто на своего ребенка. Они близнецы. Белорус Белка и россиянин Конопус, названный в честь второй по яркости звезды на небе. Последние часы перед запуском в космос спутников зонтирования Земли. Это все так называемые съемные детали. Съемные детали, за которые мы должны отчитаться, что они все сняты перед пуском. Красный цвет, чтобы привлекать внимание, это как бы пожарный цвет, но ни в коем случае красный не улетел. Георгий Акопов, один из отцов этих аппаратов, руководит завершающими работами, которые надо сделать перед пуском. Там оптика вся, оптику надо промывать перед пуском, чистить. И все вот эти операции будут делаться в самый последний момент перед накаткой обтекателя. Еще несколько мгновений, и плод многолетней работы целого коллектива скрывается под головным обтекателем. Эти спутники создавали в НИИ электромеханики в Москве. Не просто, как часто бывает с инновационными проектами. Аппарат с разрешением 2 метра в Панхроме, который весит меньше 500 килограмм. Для сравнения можно сказать, что ресурс ДК с метровым разрешением весил порядка 6 тонн. Это значительный шаг вперед с точки зрения малого массогабаритных космических аппаратов. То, что России остро необходимы подобные спутники, как раз показал ресурс ДК, который два года подряд буквально спасал страну от лесных пожаров. Первенец в НИИМ, Канопус, вместе с братом Белорусом, только начало группировки подобных аппаратов. Символично, что ее заложили в год 70-летия предприятия. За все годы своего существования, за 70 лет, в НИИМ осуществил запуск более 70 искусственных спутников Земли различного назначения. И общий налет наших космических аппаратов составляет более 70 лет в космосе, если их все сложить вместе. Аномальная жара на Байконуре, небывалые пожары в Сибири, трагическое наводнение на юге. Природа словно подталкивает, за ней нужен глаз да глаз, Канопус в подмогу. Прех двигателей и тишина. До того, как спутники начнут передавать с орбиты первую информацию, наступает молчание, чтобы не сглазить. Стартовики свою задачу выполнили. Теперь работа кипит в ЦУПе НИИ электромеханики, где создавали аппараты. Есть сигнал, несущий, захват, покажу. Летные испытания будут длиться еще несколько месяцев. Но уже через пару недель можно ждать первых снимков от аппарата с именем второй по яркости «Звезды неба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова